Все должны понимать, что адвокат не солидаризуется ни в коем случае с теми людьми, которых он представляет. Соответственно, адвокату этически неудобно представлять тех людей, которые хотят посадить трех участниц по сферайдер. Почему они хотят посадить, я не знаю. Может быть, они имеют это право. Но я лишь указываю на то, что почему-то, видимо, адвокату стало стыдно. И эти крики, направленные на его адрес, позор, плачи, они затронули его все-таки. И это показывает то, что правда и добро, они тоже торжествуют всегда над ложью и злом. А также, мне кажется, что какие-то высшие силы направляют речи наших противоположных сторон адвокатов, когда они раз за разом ошибаются и оговариваются, они говорят про нас, потерпевшие. Это говорят практически все адвокаты, в том числе адвокат Павлова, который настроен к нам очень негативно. Тем не менее, какие-то высшие силы заставляют ее говорить потерпевшие про нас. Не про тех, кого он освещает, а про нас. Я бы не стала увешать эти ярлыки. Мне кажется, здесь нет победителей, проигравших, потерпевших, подсудимых. Просто нам нужно найти, наконец, контакт и восстановить диалог, и совместный поиск истины, правды. И совместно стремиться к мудрости, совместно быть философами. А не просто стигматизировать и вешать на людей ярлыки. Это самое последнее, что может делать человек. И Христос осуждал это. Сейчас здесь над нами в судебном процессе происходит надругательство. Кто бы мог предположить, что человек, контролируемая им государственная система, вновь и вновь способна отвалить абсолютно немотивированное зло? Кто бы мог предположить, что история, в частности, еще недавний опыт страшного, большого сталинского террора, совершенно не учит. Хочется рыдать, глядя на то, как приемы средневековой инквизиции воцаряются в правоохранительной и судебной системах Российской Федерации, которая наша страна. Но с момента ареста мы не можем больше рыдать, мы разучились плакать. Мы отчаянно кричали в наших панк-концертах, как могли и как умели, о беззакониях начальству властей. Но вот у нас и крали голос. Весь процесс нас отказывается слышать. Именно слышать? Слышать это значит воспринимать. Думать при этом. Стремиться к мудрости, быть философом. Мне кажется, каждый человек должен в глубине души к этому стремиться. Не только тот человек, который прошел какой-то философский факультет. Это ничто. Само по себе формальное образование — это ничто. И адвокат Павлова постоянно пытается упрекнуть нас в недостатке образования. Мне кажется, самое главное — это стремление. Стремление знать и понимать. Это то, что человек может получить сам. Вне стена учебного заведения. И регалия научной степени, они в данном случае ничего не значат. Человек может быть обладать огромным количеством знаний, но не быть приятным человеком. Пифагор говорил о том, что многознание уму не научает. Мы здесь, к сожалению, вынуждены это констатировать. Лишь декорации и элементы неживой природы. Села, доставленные в зал суда. Если наши ходатайства после многодневных просьб, уговоров и борьбы все-таки рассматриваются, то они непременно бывают отклонены. Зато суд, к несчастью, к сожалению, для нас, для этой страны, слушает прокурора, который раз за разом безнаказанно искажает все наши слова и заявления, пытаясь нивелировать их. Нарушение базового принципа соцседательности сторон не скрывается и носит показательный характер. 30 июля, в первый день судебного процесса, мы представили свою реакцию на обвинительное заключение. Написанные нами тексты зачитал защитник Волкова, поскольку подсудимым суд категорически отказывался тогда давать слово. Это было первое за пять месяцев тюремного заключения возможности высказаться для нас. До этого мы были заключения, заточения оттуда. Мы не можем делать ничего, делать заявлений. Мы не можем снимать фильмы из СИЗО, у нас нет интернета там, мы даже не можем принести какую-то бумагу к нашему адвокату, потому что и это запрещено. 30 июля мы высказались впервые. Мы призвали контакты к диалогу, а не к борьбе и противостоянию. И мы протянули руку тем, кто зачем-то полагает над своими врагами. В ответ над нами посмеялись и в протянутую руку плюнули. Вы не искренне заявили. А зря. Не судите по себе. Мы говорили, как, впрочем, и всегда искренне, именно то, что думаем. Мы, вероятно, по детски наивны в своей правде, но, тем не менее, ни о чем сказанном, в том числе и в тот день, мы не жалеем. И, будучи золословленными, мы не собираемся золословить взаимно. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаяемся. Гонимы, но не оставлены. Открытых людей легко унижать и уничтожать. Но, когда я немощен, то силен. Слушайте нас. Нас, а не Аркадия Мамонтова, нас. Не искажайте и не перевирайте все нами сказанное. И позволяйте нам вступить в диалог и в контакт со страной, которая в том числе и наша, а не только Путина и Триарха. Я, как Солженицын, верю в то, что слово в итоге разрушит бетон. Солженицын писал, значит, слово искренне бетона, значит, слово не пустяк, так тронутся в рост благородные люди, и слово их разрушит бетон. Я и Катя и Маша сидим в тюрьме, в клетке, но я не считаю, что мы потерпели поражение. Так и диссиденты не были проигравшими, теряясь в всех больницах и тюрьмах, они выносили приговоры режиму. Искусство создания образа эпохи не знает победителей и проигравших. Так и поэты, абориуты до конца оставались художниками, по-настоящему необъяснимо и непонятно, будучи защищенными в 1937 году. Веденский писал, нам непонятное, приятное, необъяснимое нам друг. Согласно официальному свидетельству о смерти, Александр Веденский умер 20 декабря 1941 года. Причина неизвестна. То ли дизентерия в Элистанском вагоне, то ли пуля конвоя. Место где-то на железной дороге между Воронежем и Казанью. Пусси Райт — ученики наследников Еденского. Его принцип «плохой рифм» для нас родной. Он писал, бывает, что приходит на ум две рифмы, хорошая и плохая, и я убираю плохую. Именно она и будет правильной. Необъяснимая нам друг. Элитарное и утонченное занятие абориутов, их поиски мысли на грани смысла воплотились окончательно, ценой их жизней, унесенных бессмысленным и ничем не объяснимым большим террором. Ценой собственных жизней абориуты невольно доказали, что их ощущение бессмыслицы и аллогичности, как нервов эпохи, было верным, возведя при этом художественно на уровень исторический. Цена соучастия в сотворении истории всегда непомерно велика для человека и для его жизни, но именно в этом участии заключается вся соль человеческого существования. Быть нищим — на многих обогащать. Ничего не иметь, но всем обладать. Диссидентов и абориутов считают умершими, но они живы. Их наказывают, но они не умирают. А помните ли вы, за что был приговорен к смертной казни молодой Достоевский? Вся вина его заключалась в том, что он увлекся теориями социалистов и на собрании дружеского кружка вольнодумцев, собиравшихся по пятницам в квартире Петрашевского, обсуждал сочинение Фурье и Жорж Сант. А на одной из последних пятниц прочел вслух письмо Белинского Гоголя. Наполненная по определению суда, внимание, дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти. После всех приготовлений к смертной казни и после десяти ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти, как характеризовал Александр Достоевский, было объявлено о перемене приговора на четыре года каторжных работ с последующим отбыванием воинской службы в армии. Сократ был обвинен в развращении молодежи своими философскими беседами и в непризнании афинских богов. Сократ обладал связью с внутренним божественным голосом, и он не был ни в коем случае богоборцем, о чем неоднократно говорю. Но для кого это имело значение, кой скоро Сократ раздражал влиятельных жителей города своим критическим, диалектическим и свободным от предрассылков мышлением. Сократ был приговорен к смертной казни и, отказавшись бежать, хотя ученики предлагали ему, хладнокровно выпил кубок с ядом, с икутой и умер. Не забыли ли вы, при каких обстоятельствах завершил свой земной путь последователь апостолов Стефан? Тогда научили они некоторых сказать. Мы слышали, как он говорит хульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ, и старейшин, и книжников, и на пафт схватили его и повели в Семидрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили, «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на законы». Он был признан виновным и казнен побиванием камнями. Также смею надеяться, что все хорошо помнят, как иудеи говорили Христу, не за доброе дело хотим побить себя камнями, но за богохудрство. И, наконец, стоило бы держать в уме такую характеристику Христа. Он держим бесом и безумствует. Я полагаю, что если бы начальство, цари, старейшины, президенты и премьеры, народ и судьи хорошо знали и понимали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных. Наши же начальства пока спешат лишь с осуждением, но никак не с милостью. Кстати, спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву за очередной замечательный афоризм. Если свой президентский срок он обозначил лозунгом «Свобода лучше, чем не свобода», то благодаря меткому слову Медведева у третьего путинского срока есть хорошие шансы пройти под знаком нового афоризма. Тюрьма лучше, чем побивание камнями. Прошу внимательно вдуматься в следующую мысль. Она выражена Монтейнем в XVI веке в «Опытах». Он писал, «Надо слишком высоко оставить свои предположения, чтобы из-за них предавать сажение живых людей. А стоит ли живых людей осуждать и сажать тюрьму всего лишь из-за предположений ни на чем фактически не основанных стороны обвинения. Поскольку мы реально не питали и не питаем религиозно ненависти вражды, нашим обвинителям ничего не остается, как прибегать к помощи лжиосвидетелей. Одна из них, Иваченко Матильда, стыдилась и в суд не явилась. Остались лживые свидетельства господ Троицкого и Понкина, а также госпожи Броменковой. И нет больше никаких доказательств наличия населения ненависти вражды, помимо так называемой экспертизы, которую суд, если он честен и справедлив, должен признать доказательством недопустимым, в силу того, что это не научный, строгий, объективный текст, а грязная и лживая бумажонка времен Средневековой инквизиции. Других доказательств, хоть как-то подтверждающих наличие мотива, нет. Выдержки из текстов интервью посирает, обвинение при воде стесняется, поскольку они являются первейшими доказательствами отсутствия мотива. Я в очередной раз приведу эту выдержку, мне кажется, она очень важна, которую интервью русского репортера данное на следующий день после концерта в Храме Христа. Мы уважительно относимся к религии, к православию в частности. Именно поэтому нас возмущает, что великую светлую христианскую философию так грязно используют. Нас несет от того, что самое прекрасное сейчас ставит раком. Нас несет до сих пор от этого. И нам реально больно на все это смотреть. Отсутствие каких-либо проявлений с нашей стороны ненависти и вражды показывают все, допрошенные свидетелями защиты, давшие показания по нашей личности. Кроме того, помимо всех прочих характеристик, прошу учесть результаты психолого-психиатрической экспертизы, проведенной со мной по заказу следствия в СИЗО. Эксперты показали следующее. Ценности, которых я придерживаю из жизни, это справедливость, взаимное уважение, гуманность, равенство и свобода. Это говорил эксперт. Это был человек, который меня не знает. И, вероятно, следователь Ранченков очень бы хотел, чтобы эксперт написал что-то другое. Но, по всей видимости, людей, которые любят и ценят правду, все-таки больше. И Библия в этом права. И напоследок мне хотелось бы процитировать песни группы «Пассирайт», потому что, как ни странно, все их песни оказались пророческими. В том числе и наше пророчество о том, что глава КГБ, их главный святой, ведет протестующих в СИЗО под конвоем. Это касательно нас. А то, что я хочу процитировать сейчас, это следующие строчки. Откройте все двери, снимите поргоны, почистайте с нами запах свободы. Все. Уважаемая публика, мы не в театре находимся. Пожалуйста.